Здравствуйте, уважаемые слушатели! Я ассистент кафедры неврологии Хамедова Фаранги Суратовна. Сегодня наша тема посвящается черепно-мозговым нервам. Итак, у нас имеется 12 пар черепно-мозговых нервов. Первая пара – обонятельный нервус алфакториус, вторая пара – зрительный оптикус, третья пара – глазодвигательный околомоториус, четвертая – балоковой трахлеарис, пятая пара – тройничный трегиминальный, шестая пара – отводящий нервус абдуцинс, седьмая пара – лицевой нерв фациалис, восьмая пара – висибула кахлеарис, девятая пара – языкоглоточный, глоссофарингеус, десятая пара – блуждающий нерв, вагус, одиннадцатая пара – добавочный, нервус ацессориус, и двенадцатая пара – подъязычный нерв, нервус хипоглоссус. Из двенадцати пар черепно-мозговых нервов шесть из них являются чисто двигательными ЧМН, значит, эти нервы – третья – глазодвигательная пара, четвертый – блоковой, шестой – отводящий нерв, седьмой – лицевой, одиннадцатый – добавочный, и двенадцатый – подъязычный нерв. Три из этих нервов являются смешанными, то есть имеют как чувствительные, так и двигательные волокна. К ним относятся пятый – тройничный, девятый – языкоглоточный и десятый – блуждающий нервы. Три пары из них – чисто чувствительные, черепно-мозговые нервы. К ним относятся, запомните, первый – обонятельный нерв, второй – зрительный нерв, и восьмой – предверно-улитковый, который нам обеспечивает обоняние, зрение, а также слух. Поражение первой пары – обонятельного нерва – нервус алфактория. Если у пациента имеется двустороннее расстройство обоняния, значит, результатом заболевания является носовой полость и носовые ходы. Естественно, мы пациента отправляем к лор-врачу. Если же у больного односторонняя анасмия или гипосмия возникает при локализации патологического процесса на основании лобной доли. Разрожение височной доли коры больших полушарий в области гиппокампа приводит к появлению обонятельных галлюцинаций. Исследование обоняния у пациента, значит, производится при помощи ароматических веществ. Значит, каждое назрю мы проверяем по отдельности, даем понюхать ароматические вещества. Но исключается нашатырный спирт, алкоголь и табак, так как они могут раздражать окончание тройничного нерва. Следующий нерв – зрительный нерв. При поражении сетчатки или зрительного нерва возникает слепота. Поражение части волокон зрительного нерва вызывает ограничение полей зрения. При локализации очага в медиальной части хиазма возникает битемпоральная гемианапсия. При повреждении только наружных кругов хиазмы возникает битемпоральная гемианапсия. Если же у нас поражаются зрительные тракты, у нас возникает гомонимная гемианапсия, то есть выпадение одноимённых полей зрения. При поражении правого зрительного тракта наблюдается левосторонняя гомонимная гемианапсия. При частичном поражении пучков грациоли или зрительной коры возникает квадратная гомонимная гемианапсия. При этом сохраняется макулярное центральное зрение. Для исследования зрительного нерва мы должны образиться к окулисту. Он вам посмотрит глазное дно, осроту зрения, хромотопсию, то есть цветоощущение, а также поле зрения, периметрию. Следующий нерв – это глазодвигательные нервы. К этим нервам относятся третий, значит, глазодвигательный нерв – нервус околомоториус, четвёртый нерв – блоковой нервус трахлеарис и шестой – отводящий нервус абдуцинс. Ядра – значит, три пары глазодвигательного нерва. Два боковых крупноклеточных ядра, два мелкоклеточных ядра Якубовича Эдингера Вестваля и одно непарное срединное ядро перлия. Полный паралич глазодвигательного нерва наблюдается, значит, следующие симптомы. ПТОС – опущение верхнего века, расходящееся косоглазие, диплопия, то есть двоение в глазах, расширение зрачка, эксофталем, расстройство аккомодации, снижение, значит, реакции зрачка на свет, а также неподвижность глазного яблока вверх, внутрь, а также вниз. При изолированном поражении только мелкоклеточных ядер развивается внутренняя офтальмоплегия, медриаз, слабость аккомодации с конвергенцией, а также экзофталем. А при поражении крупноклеточных ядер возникает наружная офтальмоплегия, значит, здесь у нас тоже наблюдается ПТОС, расходящееся косоглазие, обратите внимание, двоение, а также неподвижность глазного яблока вверх, внутрь, а также вниз. При поражении всех ядер третьего нерва развивается картина полного его паралича, полная офтальмоплегия. У нас, значит, могут быть ПТОС, расходящееся косоглазие, неподвижность глазного яблока вверх, вниз и внутрь, двоение, медриаз, слабость аккомодации с конвергенцией, а также экзофталем. При нарушении мозгового кровообращения в бассейне задней мозговой артерии развивается синдром парину, паралич взора вверх, а также вертикальный нестагм. Вот посмотрите на данный рисунок, значит, здесь дана патология глазодвигательного нерва. Поражение четвертой пары – блоковидного нерва. Это поражение встречается довольно-таки редко, а поражение этого нерва приводит к небольшому сходящему косоглазию, диплопии при взгляде, значит, вниз. Таким больным бывает трудно спускаться с лестницы. Следующее. Поражение шестой пары – это отводящий нерв, нервус абдуценс. При поражении нерва или его корешка на основании возникает сходящееся косоглазие, невозможность поворота глазного яблока кнаружи, значит, кнаружи он не может повернуть глазное яблоко, а также двоение, тоже может быть диплопия. При поражении ядра отводящего нерва возникает альтернирующий синдром Фовеля, значит, порез отводящего нерва на стороне очага, значит, на пораженной стороне, а также центральный порез конечности на противоположной стороне. Значит, вот вам патология глазодвигательных нервов. Здесь, значит, даны рисунки косоглазия, вот вариант нормы, гипотропия. Глаз, значит, вот видите, обращен вниз, а также гипертропия – глаз обращен вверх, экзотропия – глаз обращен кнаружи, и эзотропия – глаз обращен внутрь. Внимательно посмотрите на эти рисунки. А также мы с вами разберем теперь тройничный нерв – нервус тригиминус. Ядра. Значит, он имеет два чувствительных и одно двигательное. Два чувствительных, одно двигательное ядро. Ветви тройничного нерва – глазничная – автальмикус, верхнечелюстная – максиллярис, а также нижнечелюстная – мантибулярис. Поражение пятой пары, то есть тройничного нерва, при поражении одной из трёх ветвей, которые я сказала выше пятого нерва, возникает нарушение всех видов чувствительности в зоне её иннервации. Поражение тройничного узла сопровождается нарушением всех видов чувствительности на этой половине лица. Иногда наблюдаются герпичистические высыпания на лице. При локализации поражения в области моста мозга возникает диссоциированное расстройство чувствительности на лице. При поражении, значит, нервус, тронкуспиналис, выпадает поверхностная чувствительность на этой половине лица, а при неполном поражении ядра возникает сегментарные нарушения. При поражении орального отдела, значит, выпадает чувствительность в окружности носа и рта, а при поражении средних отделов этого ядра в срединных зонах зельдера. При поражении каудальных отделов в латеральных зонах наблюдается. Лицевой нерв, значит, главной ветви нервус фоциалиса является височная, темпоралис, скуловая, зигоматикус, щечная, буккалис, нижнечелюстная, мандибулярис, шейная, цервикулярис, а также задняя ушная ветви. Поражение лицевого нерва, значит, возникает периферические параличи мимической мускулатуре на стороне очага. Бывает асимметрия лица, пораженная половина маскообразна, отсутствие носогубной и лобной складки, симптом Белла и симптом ресниц, снижение надбровного, корнеального и конъюнктивального рефлексов, симптомы поражения мускулус арбикулярис орис. Больной не может, значит, пробы нахмурить брови, не может наморщиться лоб, не закрывается глаз на стороне поражения. Зайчий глаз, лагофталем или же полуптос, птос. Рот, значит, перекошен, лицо перекошено в какую сторону? В здоровую сторону. А также ему трудно надуть щеки, посвистеть, и пища выливается изо рта. Поражение в Оролевом мосту, это, значит, альтернирующий синдром Мияра-Гублера, периферический порез лицевого нерва на стороне очага, центральный порез конечности на противоположной стороне. А при поражении корешка лицевого нерва, выходящего вместе, значит, с пятой парой, шестой и с восьмыми парами нервов в мостноможечковом углу паралич именно седьмого нерва будет сочетаться с симптомами поражения этих нервов, которые, я сказала свыше, значит, поражение в месте будет пятого, шестого, а также восьмых нервов. При процессах в фаллопиевом канале до отхождения нервы спетроза с Майер одновременно с параличом мимической мускулатуры отмечается сухость глаза, ксерофтальмия, расстройство вкуса, значит, и слюноотделения, а также гиперакузия, поражение нервов стопедиус. При поражении ниже отхождения нервов спетроза с Майер будет то же самое, что мы сказали свыше, только вместо сухости глаза будет у нас слезотечение. Запишите эту разницу у себя в тетрадях. Периферический паралич мимической мускулатуры, обратите внимание, сопровождается мучительными болями в лице, ухи, состевитном отростке, связь с веточками тройничного нерва, значит, у нас будут присутствовать сильные боли. Обратите внимание на рисунок, значит, первое, сглаживание морщин лба, он не может наморщить лоб пациент. Второе, опускание века, какого века, верхнего века, значит, у нас будет симптом, как я сказала, птос, или же зайчий глаз, лагофталим. Опускание уголка рта, вот видите, вот стрелочка, здесь, значит, у нас будет сглаженность носогубной складочки. Следующий нерв, предверно-улитковый слуховой нерв, нервус вестибула кохлеарис, улитковая, слуховая, часть ее ядра в стволе мозга, нервус кохлеарис, дорсалис, а также нервус кохлеарис вентралис. Предверные вестибулярные ее ядра в стволе мозга, значит, ядро дейтерца, бехтерова, роллера, швальбы, анализатор сил земного тяготения. Поражение слуховых проводников выше переднего и заднего слуховых ядер не вызывает выпадение слуховых функций. При поражении рецепторного слухового аппарата улитковой части нерва и ее ядер вызывает одностороннее снижение слуха или глухоту. Симптомы, значит, раздражение, ощущение шума, свиста, гудения и других. А при раздражении коры, височной доли мозга могут у нас возникать слуховые галлюцинации. Естественно, этот нерв исследуется как невропатологам, а также вы должны пациента с жалобами на слух отправить к лор-врачу. Берет свое начало, значит, вестибулярная порция, берет свое начало от трех полукружных каналов и от алитового прибора. Ядро, значит, дейтерса, бехтерова, роллера, также швальбы. Наиболее важные связи вестибулярных ядер, обратите внимание, значит, это первое со спинным мозгом, второе с глазными мышцами, с ретикулярной формацией имеет связь, с корой головного мозга, вестибулярные свои же связи, а также вестибуломожечковые связи. При поражении вестибулярной ветви восьмого нерва нервус вестибула кохлеарис у нас могут такие быть жалобы головокружения, нарушения равновесия, статики и динамики тела, вестибулярная атаксия, то есть шаткость, а также нестагом. Языкоглоточный нерв. Девятый нерв, нервус глосса фаренгеус, является чувствительным нервом для задней, трети языка и нёба, для среднего уха и глотки, двигательным нервом для глоточной мускулатуры и секреторным для околоушной, слюной железы. Ядра. Девятый пара нервус глосса фаренгеус, значит, к ним относится ядро серого крыла, общее с десятой парой чемаэн. Десятая пара – это у нас нервус вагус. Оно иннервирует мягкое нёба, глотку, надгортанник, заднюю треть языка, слуховую трубу и барабанную полость. Вкусовое ядро. Оно обеспечивает вкусовое чувство на задней трети языка. Следующее ядро – это двигательное ядро, значит, нервус глосса фаренгеус, общий с десятой парой, значит, с нервусом вагусом, иннервирует поперечно-полосатую мускулатуру глотки. Обеспечивает акт глотания. Значит, что у нас может быть при поражении? Естественно, если нарушается акт глотания, это дисфагия. Секреторное ядро иннервирует околоушные слюны и железы. Поражение языкоглоточного нерва. Расстройство чувствительности может быть в верхней половине глотки. Сухость во рту наблюдается у пациентов. Нарушение вкуса на задней трети языка. Горечь, то есть горькая. Нарушение глотания. Дисфагия. Утрата звучности голоса. Дисфания. А также может быть нарушение порез мягкого неба. Снижение глоточного рефлекса. Итак, при поражении языкоглоточного нерва нервус глоссофарингеус запомните три основных симптома. Дисфагия. Дисфагия. Дисартрия. Следующий нерв. Блуждающий нерв. Нервус вагус. Вегетативное ядро нервус дорсалис. Нервус нервы ваги иннервирует гладкие мышцы внутренних органов, бронхов, пищевода, а также желудочно-кишечного тракта. Секреторные волокна идут к желудку и поджелудочной железе вазомоторные волокна идут к сосудам. Значит, нервус вагус это король организма в ночное время. он регулирует работу, значит, экзокринных, эндокринных желез, функций внутренних органов, да, гомоостаз, значит, дыхание, сердцебиение, пульс, артериальное давление и все остальное. То есть, непосредственно связано с вегетативной нервной системой. Поражение блуждающего нерва при одностороннем поражении у нас могут наблюдаться порез мягкого нёба, голосовые связки, дисфагия, дисфония, снижение глоточного рефлекса, а при двустороннем поражении обратите внимание, может быть афония, отсутствие глотания, то есть дисфагия, нарушение сердечной сердечной деятельности, а также дыхание. Значит, эта вся информация была о блуждающем нерве, то есть нервус вагус. Следующий нерв у нас добавочный нерв нервус ацессориус обесцвечивает, значит, поворот головы налево, направо, а также поднятие плечи. По праву может считаться спинномозговым нервом, в принципе. Ядро располагается, значит, в передних рогах спинного мозга на уровне первого, а также пятого шейного сегмента и нервирует грудинно-ключично-сосковую, соцевидную и трапециевидную мышцы. Поражение добавочного нерва, значит, одиннадцатой пары, первое, затруднение поднятия плеч и поворота головы в здоровую сторону, затруднено сведение, значит, сведение лопаток к середине, односторонний тонический спазм мышц шеи и кривошея, кривошея, так, подъязычный нерв, нервус хипоглоссус, ядро располагается на дне ромбовидной ямки, в области тригону нервус хипоглосси, иннервирует мышцы языка. Поражение подъязычного нерва двенадцатой пары, значит, будет сопутствовать периферический парез, соответствующий половине языка, с атрофией и истончением мышц языка. Фибриллярные подергивания мышц языка, язык, отклоняется, значит, в сторону очага. Дизартрия при двустороннем поражении. При центральном парезе поражение кортиконуклеарных путей язык отклоняется в противоположную от очага сторону. При поражении в продолговатом мозге возникает альтернирующий паралич Джексона. Бульбарный паралич. Бульбарный паралич возникает при поражении ядер, значит, девятой пары, нервус глосса фарингеус, десятой пары, это нервус вагус, и двенадцатой пары, нервус хипоглосса, подъязычных нервов, значит, расположенных в продолговатом мозге. Дисфагия, нарушение глотания, дисфония, нарушение звучности голоса и дизартрия, нарушение произношения звуков. Обратите внимание, значит, бульбарный паралич поражает три нерва, девятые, десятые и двенадцатые пары. И у нас будут три симптома дисфагия, дисфония, дисартрия. Бульбарный паралич парез, мягкого нёба, снижение глоточного рефлекса, отклонение языка в сторону поражения, атрофия и фибриллярные подёргивания мышц языка. А также у нас могут быть псевдобульбарные параличи. Мы свыше указали, что это был бульбарный паралич, теперь мы поговорим о псевдобульбарном параличе. Возникает при поражении кортика нуклеарных путей от коры к ядрам, значит, тех же нервов девятой пары нервус глосса фаренгеус, десятой пары нервус вагус и двенадцатой пары черепно-мозговых нервов. Здесь тоже могут быть дисартрия, дисфагия, нарушение глотания, дисфания и парез мягкого нёба. Птевдобульбарный паралич, значит, у нас здесь может быть высокий глоточный рефлекс, яркие симптомы орального автоматизма. Итак, я думаю, что вы прослушали мою лекцию. Если у вас возникнут какие-то вопросы, можете задать. Спасибо вам за внимание. Всего доброго! Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова